Здравствуйте! Это артефакты программы о вещах и идеях. Я Алекс Григорьев. Покоритель мира Александр Македонский возил с собой свитки Илиады, а книгачей Наполеон Бонапарт походную библиотеку в тысячу томов. На протяжении тысячелетий большинство солдат были неграмотны и в грамоте не нуждались. Их делом было убивать и умирать. Великая французская революция кардинально изменила ситуацию. Армия революционной Франции стала первой массовой армией. Солдат учили читать, а потом подпитывали их боевой дух правильной духовной пищей. Войны того времени наглядно продемонстрировали, что от образованного солдата на поле боя больше толку. Другие государства последовали французскому примеру. С начала XIX века библиотеки для нижних чинов появились на боевых кораблях и в гарнизонах. Было замечено, что там, где есть книги, меньше пьянства и дезертирства, а приучившиеся к чтению солдаты служат лучше и чаще становятся сержантами. Чтение решало еще одну важную задачу. Оно помогало обучить солдаты-матросов обращению со сложной техникой. Чудеса творили обычные книжки. Например, книжка о путешествиях судового врача Лемюэля Гулливера. Этот томик в конце XIX века был пожертвован в солдатскую библиотеку жителями городка Милтон, штат Массачусетс. На этом экземпляре шедевр Джонатана Свифта строгое предупреждение читателям «Обращайся осторожно, верни быстро, дай шанс другому». Вторая мировая война способствовала взрывной популярности военных библиотек. К тому времени подавляющее большинство американских солдат имело среднее образование. Военное министерство США преуспело в подготовке инструкций для военных. Вот это издана в 1941 году книжка, в которой собрана вся информация для новобранца. От инструкций по строевой подготовке и правил ношения формы до основ тактики и рекомендаций показаний медицинской помощи. Американские библиотеки и книгоиздатели направили в воинские части более 20 миллионов книг. Еще почти 123 миллиона были изданы специально для людей в форме. Библиотеки были созданы практически во всех воинских частях и на всех кораблях. Подбором книг занималась специальная комиссия, образованная литературоведами, книгоиздателями и книготорговцами. В ее составе не было людей в погонах. Девизом комиссии была фраза «Книги – это оружие войне идей». Однако цензура существовала и в этой образовательной развлекательной сфере. Солдатам и морякам не поставляли книги о современном политическом моменте в США. Такие книжки специально печатались для американских солдат во время Второй мировой войны. Это блокнот, который удобно положить в нагрудный карман кителя. Себестоимость книжки невелика, чуть больше шести центов. Считалось, что она способна выдержать шесть прочтений в экстремальных условиях. Большинство книг, издававшихся для солдата, были развлекательной или научно-популярной литературой, как эта. Около четверти составляли произведения большой литературы. Именно этим изданием обязан своей нынешней популярностью культовый роман «Великий Гэтсби». Впервые он был издан в середине 20-х, но тогда остался незамеченным, а во время войны его полюбили люди в форме. Книжки позволяли и иным образом занять служивого, у которого образовалось свободное время. Это самоучители, подготовленные для армии США журналом «Популярная механика». В них показано, что можно смастерить с помощью лобузика и как использовать обрезки веревок. В этой серии были руководства по работе с металлом, кожей, деревом. Книжки вышли в 1942 году. В том же 1942 году президент США Франклин Рузвельт направил письмо Ассоциации книготорговцев Америки. Президент, любитель чтения и собиратель книг написал «Книги невозможно убить с помощью огня. Люди умирают, но книги не умирают никогда. Ни один человек и никакая сила не способны уничтожить память». В этой фразе поразительно соединились эпохи и континенты. Помните, Воланд в «Мастере и Маргарите» декларируют «Рукописи не горят». А пожарный в романе «451 градус по Фаренгейту» размышляет. Это неплохая работа. В понедельник жечь книги Эдны Миллей, в среду Уитмена, в пятницу Фолкнера «Сжигать пепел». Затем «Сжечь даже пепел». Роман Булгакова был написан в 1937-м, переведен на английский спустя два с половиной десятилетия. Роман Брэдбери был опубликован в 1953-м. Булгаков видел, как в Советском Союзе уничтожали вредную литературу антисоветских писателей. Брэдбери знал, что в нацистской Германии книги жгли на кострах. И, в отличие от Рузвельта, Булгаков и Брэдбери понимали, что человеческую память можно убить. Это были артефакты. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова